В чем слабость мультимедиа? Такой сложный вопрос, не сразу даже понимаю, с какой стороны на него зайти. Во-первых, есть некий технологический барьер. Если ваша аудитория не обладает технологическим доступом к цифровой технике, к гаджетам, к широкополосному интернету, к чему-нибудь, в принципе, они сидят на ноке, на смс-ках и, в принципе, и счастливо живут, то, конечно, предлагать мультимедийный проект для этой аудитории бессмысленно. Но это не вопрос слабости мультимедиа, а вопрос того, что как-то надо адекватно подходить к той целевой группе, с которой вы работаете. А в целом, ну, как может быть, в чем слабость мозаики? Ни в чем. Это один из форматов представления истории, представления проблемы, темы и развития этой темы. Вы можете либо в нужном месте для нужной аудитории использовать этот подход, ну, либо не в нужном месте, не в нужное время. То есть, по большому счету, этот инструмент, молоток, токарный станок, он сам по себе нейтрален, сам по себе подход вот этой комбинации форматов, он просто существует. Как существует монтаж, как существует, не знаю, верстка. То есть, это некий способ упорядочивания фрагментов истории, фрагментов информации. В чем его слабость? Да ни в чем. Слабость начинается в тот момент, когда люди начинают его пихать, куда попало, и по любому поводу. И слабость начинается в тот момент, когда люди думают, что то, что они создали мультимедийный продукт, вот сама эта мультимедийность является ценностью. Не является. Ценностью является смысл, содержание той истории, которую вы рассказываете людям. А в каком формате вы это подали, само по себе ценностью не является. Кстати, на этом построена моя критика очень многих информационных сайтов, которые, знаете, в меню вместо тематических рубрик выкладывают инфографика, видео, там что-нибудь интерактивное чего-нибудь, там, не знаю, веб-документари. И это все в менюшке выкладывают. Обычному человеку глубоко, знаете ли, наплевать. Веб-документари это, веб-шмут какой-нибудь это, ему формат вообще не интересен. Ему интересен смысл и содержание того, что вы рассказываете. Если это инфографика, то представьте себе обычного человека, который прямо «А я хочу посмотреть всю инфографику на этом сайте». Ну да, если это сайт, посвященный различным форматам мультимедийным, это еще понятно. Но если это информационный сайт или развлекательный сайт, ну никто в здравом уме не выбирает всю инфографику. Люди выбирают, например, все про как правильно жить, или как правильно кормить, или как правильно отдыхать, или 8 советов, как победить прокрастинацию. То есть они концентрированы на смысле. Вы это сделаете в виде видеоролика, в виде инфографики, в виде текста, в виде интервью. Им по барабану, им самое главное узнать, как перестать прокрастинировать. И поэтому они будут искать в навигационной панели, они будут искать именно ключевые тематические слова. А когда вы пишете там видео и говорите, ой, у нас на сайте, чем отличается ваш сайт от других? У нас на сайте есть видео. И че? На сайте Ютуба тоже есть видео. Это не делает Ютуб отличающимся от всех остальных видеохостингов. То есть вот ваш информационный продукт, ваш ресурс, он отличается не форматами, он отличается именно смыслами. И поэтому вы можете экспериментировать с форматом, вы можете посмотреть, как люди будут реагировать на одну и ту же историю, рассказанную разными способами. Но делать это каким-то титульным отличием, но это бессмысленно, потому что обычные люди в этом ничего не понимают. И они не отличат обыкновенный короткометражный фильм от веб-документаря. Даже многие профи не отличат. А уж не говорить про обычного зрителя. Поэтому, когда вы думаете о мультимедиа, для какой истории какой формат подобрать, это ваша внутренняя работа. Это то, как режиссер думает, как построить монтаж, когда он собирает свой фильм. Будет это параллельный монтаж, будет это ассоциативный монтаж, будет это последовательный, будет это хронология. Никто же ни из режиссеров не выходит на сцену во время премьеры и не говорит, я использовал в своем фильме ассоциативный монтаж. И все такие, ааа, это круто, круто. Они говорят о том, что я рассказал историю об этом, герои, это история о любви робота к маленькой собачке. То есть они говорят о смыслах, они не говорят о тех визуальных инструментах, которые они использовали для того, чтобы донести вот эту свою мысль. Та же самая история и должна быть и в мультимедийных проектах, и у редакторов. То, какие инструменты вы используете, это ваша внутренняя работа, вашей команды внутри вашего проекта. Все, что наружу, это про смыслы, про истории, про героев, про то, что интересно вашей целевой аудитории. Продолжение следует...